В этом выпуске передачи «Больше добрых дел» я хотел бы показать пример бескорыстной благотворительной помощи, оказываемой ребятами своим сверстникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С педагогом 82-й гимназии имени 30-й Иркутской дивизии Гастеевой Ларисы Сергеевны из города Краснодара поговорила редактор социальных практик Жуковская Светлана. Это Молчанов Илья, он учится в нашей школе с первого класса, на сегодняшний день он учится уже в девятом классе. Я вообще учитель начальных классов, поэтому мне ближе в то время, когда он учился в начальной школе. Закончил он начальную школу с одними пятерками. Когда уже стал подрастать, там подростковый возраст чуть ниже стала успеваемость, но тем не менее он был в ряде хорошистов. Буквально этой весной родители стали обращать внимание на то, что у ребенка частые головные боли, пошли сдать анализы и им пришел такой неутешительный диагноз. Если правильный диагноз, то это медула бластома. Проще говоря, это опухоль головного мозга. Сейчас, на сегодняшний день он прошел множество химиотерапии, и родители пока самостоятельно организовывали лечение, они уже не сразу же все обращаются за помощью, пытаются своими силами это организовать. Когда этого не получается, родители убивают своих сил, тогда кидают клич. И когда я узнала об этом, наш заместитель директора по воспитательной работе, она скинула в общую группу такую информацию, что предлагается помочь ребенку денежными средствами. Даже у меня не было таких размышлений по поводу, как что делать, так как я работаю в двух классах начальной школы, это уже выпускной четвертый будет класс и третий класс, я сразу же к ребятам обратилась с этой проблемой, не просто сдать деньги, а давайте как-то вот, чтобы и их, чтобы они прониклись этим вопросом и этой проблемой. И они, вы знаете, с таким воодушевлением, потому что на самом деле мы уже не первый раз участвуем в таких проектах глобальных, именно вот чтобы были глобальные проекты. А здесь так еще и совпало. И что они тогда сделали? Уже знаю, как вести себя в таких ситуациях, как распространить информацию. Одно дело, когда это взрослые проходят и передают информацию, другое дело, когда это дети делают. Каждый из третьего, из четвертого класса, у меня ребенок пара, группами ходили по классам, рассказывали другим детям о том, что у нас в школе учится такой ученик, какая у него проблема, что он не посещает школу, потому что он уже физически не может этого делать. Обошли все классы, начиная с 1 по 11. Вы знаете, я была сама удивлена, что дети у меня без стеснения, без сомнения, вот с такой уверенностью пойдут и будут рассказывать об этой проблеме. И так как времени было совсем мало, потому что каникулы у нас начинались уже 30 октября, а до нас эта информация дошла 26 октября, то пришлось экстренно проводить сбор макулатуры. И после того, как дети рассказали, на последний день, это перед каникулами, 29 октября, это был, я организовала машину, созвонилась с предприятием ТЭП. Помимо этого, дети же принесли эту информацию домой родителям и родителям. У нас школа большая, учится больше полутора тысяч человек, и мне позвонили еще с нескольких предприятий, готовые помочь также, передать бумагу. И водитель по пути в нашу школу заехал еще на два предприятия, где собрал в «Газель» макулатуру и потом уже приехал к нам. Я, на самом деле, была и удивлена, и тронута, и благодарна всем, кто принял участие в этом сборе. Так что вот получается, что и распространение в сети интернет, в Инстаграме, на своей страничке я выкладывала пост, который разместила. После этого я пообщалась поближе с мамой, рассказала о том, что в нашей школе, кроме обычных денежных средств, ну просто денежных средств, мы решили организовать такую благотворительную акцию. Она, естественно, с невероятной благодарностью и теплотой мы с ней пообщались, и я ей перевела средства. Сам руководитель ТЭП, с ним мы тоже уже неоднократно встречались и общались. Они сделали, в свою очередь, тоже не могли остаться в стороне и принимали эту макулатуру не по стандартным расценкам, а по завышенным. Как мне было сказано, это вот, мы не можем остаться в стороне, такой разовая благотворительная акция для лечения парня. А если более конкретно об этом мальчике говорить, то вот эта вот медула бластома, она очень коварная сама по себе, она может притаиться, а может внезапно, наоборот усилится и лечение, можно сказать, тогда пройдет зря. На сегодняшний день, вот конкретно самая последняя информация на сегодняшний день по состоянию ребенка, она стабильная, он прошел несколько химиотерапий. На сегодня, сегодня уже третий день, как он находится в МПЦ в Санкт-Петербурге, это протонная лучевая клиника, там он проходит химиотерапию. До этого они лежали в Москве, в клинике, где лечились у желудковых, вот, к сожалению, не могу сказать имени отчества. И сегодня они уже в Санкт-Петербурге. Дозвался все-таки фонд, потому что до этого мама прям с печалью, ну, невероятной горем в сердце говорила о том, что уже 20 дней ребенок без лечения, что фонды отвечают очень медленно. Заключили договор с фондом линия жизни, который оплачивает им лечение в Санкт-Петербурге, где он, Илья, вместе с папой будут находиться два месяца. После этого времени у них будет шесть недель перерыва, когда они вернутся в Краснодар. И после этого перерыва, по итогам сдачи анализов, врачи посмотрят и будут принимать решение дальше, назначать лечение или уже нужна будет реабилитация. Когда я разговаривала с мамой, она сказала, что так как у них заключен договор с линией жизни, с фондом, то они не имеют права ни интервью давать, ни какие-то средства посторонние принимать. Вот буквально, ну, третий день в Санкт-Петербурге находится. Естественно, договор был заключен совсем недавно. Единственное, что когда они закончат лечение, им нужна будет помощь в реабилитации. Если вы понимаете, о чем идет речь, то ребенок не ходит, он сам себя обслуживать не может. И очень тяжело нужно будет, и это все дорогостоящее, нужно будет ставить его заново на ноги и заново учить всему, что он умел до этого времени. Естественно, никакой учебы сейчас и речи не имеют. Но вот как бы так. Единственная радость, радостная новость о том, что несмотря на такую коварную болезнь, пастаза у ребенка нет, и лечение сейчас пока прогрессирует положительную сторону. Ну, вот так. Лариса Сергеевна, спасибо вам большое, в первую очередь, за проявленную инициативу, сострадание и неравнодушие, благодаря которому была оказана поддержка мальчику. Скажите, пожалуйста, нуждаетесь ли вы в дополнительной поддержке или помощи? Родители, вот я же говорю, я только разговаривала с мамой, она говорит, мы бы с удовольствием принимали любую помощь, но сейчас все лечение оплачивает фонд, линия жизни фонд. После того, как пройдет два месяца, они оплачивают лечение в Санкт-Петербурге. После этого нужна будет реабилитация. Она очень дорогая, но что именно и какие именно препараты на время реабилитации нужны, она не знает, потому как еще не пришло время. То есть два месяца плюс еще шесть недель. Только после этого времени она сможет сказать более подробно. Пока она говорит, спасибо, Господи, большое всем людям, которые оказали мне поддержку, пока мы сами искали лечение. И спасибо фонду линии жизни за то, что вот они откликнулись так достаточно быстро и сейчас у них протекает лечение. Так что на сегодняшний день никаких специальных, если есть такая возможность, просто держать на контроле этот вопрос, чтобы не запускать. Потому что я представляю, что значит ребенок в больнице в другом городе, представляете, да, живет в Краснодаре. Там в Санкт-Петербурге они снимают жилье вместе с папой. Папа постоянно, круглосуточно находится вместе с ним там в клинике. А мама здесь со вторым ребенком в Краснодаре. Вот так вот. Лариса Сергеевна, хорошо. Я вас услышала. Хочу еще раз вас поблагодарить. Мы будем держать руку на пульсе. В случае, если вам будет необходима наша помощь и поддержка, то мы обязательно подключимся. Вот вы пишите нам на нашу почту, и мы будем с вами на связи. Спасибо еще раз. Спасибо вам большое. Вы знаете, я сейчас нахожусь у себя в классе, провожу урок. В принципе, вот мои дети, если вы видите, они вас все слышали. Им очень приятно, самим детям очень приятно, что наша работа не осталась без внимания. И вообще, вот вы знаете, я сама по себе такой человек и донор. Я уже в стадии активного донорства нахожу достаточно давно, издаю кровь специально конкретным детям. Маме это сказалось нужно будет. Поэтому и сын у меня сам перенес операцию на сердце. Поэтому я же говорю, что я знаю, что значит, когда ребенок твой болен, действительно болен и требуется помощь, а помощи просить не у кого. И вам спасибо огромное, что вот отреагировали честно, вот честно положа руку на сердце. Ну, я не думала, не ожидала. Спасибо большое. Спасибо и вам. Всего доброго. До свидания. Благодарим ребят за активное участие и неравнодушие к судьбе товарища. Желаем и в дальнейшем реализации успешных добрых дел. А Илье мы желаем скорейшего выздоровления. До скорых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok